На Голгофе На Голгофе На Голгофе Но я противился еще Иисус сказал, вскрышило все И жизнь не утро началось На Голгофе На Голгофе Он есть и всякий поспешил На Голгофу На Голгофу И время тяжкое сложил На Голгофе На Голгофе Разбойник до приступ пришел Дождение себе нашел На Голгофе На Голгофе На Голгофе На Голгофе На Голгофе Разбойник до приступ пришел Спасение себе нашел На Голгофе 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 Мы это знаем и понимаем. Когда человек не знает Бога, живет во грехах, ему нужно прийти к Голгофе для того, чтобы сложить все это бремя у подножья Голгофского креста, чтобы кровь Иисуса его омыла. И те люди, которые это поняли в своей жизни, смотрите, нам история говорит, даже предыдущая 11 глава послания к евреям, которые познали Господа и последовали за Ним, ничто их не могло остановить. Они знали Господа, за Иисуса они шли на смерть, на страдания. И апостол пишет, рассказывает о этих свидетелях веры, которые поверили Господу, и они прошли или прожили жизнь достойно на этой земле. И апостол Павел говорит, имея такое облако свидетелей. А сколько свидетелей сегодня мы знаем и слышали о них, которые во времена гонений не отказывались от Иисуса. Что над ними совершали и делали люди, которые, как мы сегодня слышали, поврежденное мышление, неправильное мышление. Люди завидовали тем, которые имели благословение от Господа, проживая на этой земле. Людям все видно, как люди живут. В наше время даже люди, соседи говорили, да вы все имеете, у вас все есть, а у нас ничего нет. Откуда вы это берете? Вечный Бог, который заботится о людях, постоянно помогает своему народу. Были трудности гонения, но прошли люди достойно, и они сегодня у Господа. Поэтому сегодня, читая этих свидетелей, вспоминая о их жизни, Библия нам говорит, подражайте вере их. А апостол здесь говорит такими словами, помыслите. У нас сегодня время поразмышлять о нашем Господе. Помыслите про терпевшим над собой такое поругание от грешников. Помыслите. Это произошло с нашим Иисусом. Это Он заплатил такую цену, чтобы ты и я сегодня находились в Доме Божьем и назывались, или называли себя детьми Божьими. Мы этого не заслужили, потому что мы, человеки, способные на всякого рода действия, а даже не угодные пред Богом. Мы на это способны, если себя не контролируем. Для того, чтобы контролировать себя по мысли о Господе, он там страдал, на Голгофе. Мы сегодня побыли на суде перед Пилатом, когда Иисус стоял перед Пилатом. И люди кричали, возвышая свой голос, требуя, чтобы им Пилат дал убийцу. А Иисуса, который людям нес благословение, нес счастье, предал на распятие. И мы слышали, Пилат решил по их прошению, он в угоду этим людям сделал такое. Сегодня, Библия нам говорит, сегодня я и ты, находясь перед лицем Божьим, по мысли о том, что произошло над Иисусом, какую цену Он отдал за тебя и за меня, чтобы ты в своей жизни знал Господа. Чем мы отличаемся от людей, которые не знают Господа? Ну, наверное, ничем. Наверное, только нашим мышлением. Потому что Бог в нас заложил прекрасные мысли, когда мы пришли к Нему. Если брать во внимание, рассуждая над словами, когда мы приходим к Богу с покаянием, покаяние, оно обозначает осмысление своих мыслей. Потому что, когда мы не знали Бога, то, придя к Иисусу, услышав о Нем, мы осмыслили, что мы неправильно жили и встали на другую дорогу, которую указал Господь для того, чтобы идти в небесное царство. А живя на земле, люди имеют дома, мы имеем дома, мы имеем одежду, но все имеем, мы не можем отличиться, даже когда мы идем по улице. Хотя были времена, что люди сразу замечали, вот этот человек христианин, вот этот святой человек, его походка, его одежда указывали на то, что этот человек совсем другого склада, у него совсем другое помышление. И потому апостол Павел нам указывает и говорит нам о том, чтобы иметь правильные мысли и правильно рассуждать о жизни, нужно всегда иметь пред собою Господа. Помните, один человек говорил такие слова? Всегда я видел пред собою Господа. Как он видел? Своими духовными глазами он содержал красоту величия Божия, потому что мысли его были о Господе. А если человек мыслит о земном, то будет ли у него правильное мышление? Никогда не будет правильное мышление, потому что все мысли человека, они суетны, так говорит Библия. И Библия учит для того, чтобы правильно размышлять и мыслить, на все случаи жизни. Она указывает, как нужно поступать, как нужно делать. В книге притчей написано о том, что какие мысли, то таков и человек. Как он мыслит, таков он есть на самом деле. Вот сегодня мы находимся на собрании. Мы слышим Слово Божие, но наши мысли могут мыслить совсем о другом. Я могу проповедовать и в то же время мыслить о чем-то другом. Так происходит в жизни. Но для того, чтобы правильно мыслить, нужно научиться от Господа. Для чего мы приходим на собрание? Научиться от Господа. И судя, как апостол Павел по времени, нам надлежало быть учителями, а мы никак не можем научиться правильно жить и правильно поступать на этой земле. Какая-то обида, какое-то недовольство, какая-то неприязнь. И мы никак не можем освободиться об этом. Если бы мы мыслили о Господе, то этого уже давным бы давно не было. А если не мыслишь о Господе, ничего не произойдет. Потому написано в Библии, она нас учит, чтобы наше мышление было правильно на этой земле, и мы прожили жизнь достойную Богу, служа Ему во всякое время. На Христиану, когда это 23 глава книги притчей, когда сядешь кушать пищу с властелином, то тщательно наблюдай перед тобою и поставь преграду в гортани твоей, если ты алчен. Не проищайся лакомыми яспами его. Это обманчивая пища. Не заботься о том, чтобы нажить богатство. Оставь такие мысли твои. Не заботься об этом. Написано, устромишь глаза твои на Него, и Его уже нет, потому что оно сделает себе крылья, и как орол улетит к небу. Библия говорит, думай об этом, размышляй мысли о том, что говорит Священное Писание, что говорит Господь. Ты направил все свои мысли для того, чтобы быть выше всех и лучше всех, но написано, богатство, оно найдет себе крылья, и улетит, и его не станет. Написано, не вкушай пищу у человека завистливого, и не проищайся лакомыми яспами его, потому что каковы мысли в душе его, таков и он. Ешь и пей, говорит он тебе, а сердце его не с тобою. Знаете, Библия нам говорит на все случаи жизни, а если мы имеем неправильное мышление, попадаем в такие ситуации, ну, бывают люди порой, и попадая в ситуации такие, они быстро уходят от этого, потому что они тоже на таком неправильном мышлении, и они так живут, и так делают. Библия нам говорит, апостол Павел пишет филиппийцам, говорит о том, что нам всегда нужно мыслить о Господе, для того, чтобы было все правильно. Если не будем мыслить о Господе, будем забывать о том, что Иисус за нас пострадал, и он даже не то говорит, что мыслите, он говорит, я умоляю вас, я прошу вас, мыслите о Господе, прошу вас, для того, чтобы всегда быть с Богом на правильной дороге. Говорит апостол Павел, подражайте братьям мне, подражайте мне. Я написал о своем образе жизни, я написал о том, что я был еврей из евреев, но то, что для меня было преимуществом, я подшел счетую, ради того, чтобы иметь размышления о моем Спасителе, он дорогую цену заплатил за меня. Мы сегодня слышали, положили его на крест, взяли эти гвозди, вбивали в его руки, удар молотка, неужели он сегодня не стучит в твоем сознании, это он перенес за тебя и за меня, для того, чтобы твое мышление было на должном уровне, и ты мыслила, Господи, о чем ты сегодня мыслишь, о чем ты сегодня, рассуждает Бог сегодня, спрашивает тебя, куда направлены твои мысли, куда они сегодня идут, чем они перекрывают друг друга твои мысли. Бог говорит, посмотри, потому что ты не получишь благословения. Апостол говорит, подражайте мне. Он в своей жизни последовал за Господом, он говорит, я не стал соглашаться с плотью и кровью, но как мне Бог сказал, я так сделал в своей жизни. И говорит, и смотрите, говорит, на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас, ибо многие, здесь не говорит об отдельных человеках, многие, которые познали Господа, он говорит, а теперь, ибо многие, о которых я часто говорил вам, и теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги Креста Христова. А почему они поступают, как враги Креста Христова? Их конец погибель, их Бог чрево, слава их, с раме, они мыслят о земном. А сегодня Бог спрашивает, о чем ты мыслишь, о Господе, или мыслишь о земном. Твоя слава в сраме, и твой Бог чрево, вот к какому состоянию докатываются люди, когда неправильное мышление. А Библия нам говорит, помыслите о протерпевшем. Над собою такое поругание от грешников. Иисус на Голгофе. Люди идут, кивают головами, и говорят ему, разрушающий храм, и в третий день заедающий, сойди с Креста. Смотрите, какое мышление у людей. Человек страдает, истекает кровью, а они высказывают такие слова, высказывают потому, что их такое мышление. Если ты сегодня знаешь Господа, и в чьей-то беде высказываешь неправильные мысли, знай твое мышление поврежденное. Ты неправильно мыслишь. А написано, знающий Господа имеет сострадание. А как ты его оказываешь, ну так ему и надо. Вот такое наше порой высказывание для людей. Поэтому мы сегодня читаем, Библия говорит нам о том, чтобы мы мыслили о Господе, и Библия нас умоляет, чтобы мы это делали. И посмотрите, как исполнились слова пророка, который сказал это слово, исполнились во времена Иисуса Христа, когда Он был на Голгофе, когда Он был на Голгофском кресте. Мы читаем эти слова в Священном Писании. Эта глава, даже некоторые знают ее наизусть, потому что много раз она прочитывается, эта глава, и люди запоминают. Написано так, Он зашел пред Ним, как росток из сухой земли. Там, где не было ничего, не было ни ответа, ни голоса, небо молчало. Так мы читаем в Священном Писании. И Он зашел в этой пустыне, как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели Его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он не имел такого вида, как сегодня люди, для того, чтобы последовали за Ним другие люди, или за ними, они создают рекламу, рассказывают, показывают, каковы эти люди на самом деле, что они могут делать, что они могут совершить, для того, чтобы увлечь людей. И люди, которые не понимают всего того, что это только такая личина, которую люди возводят, для того, чтобы привлечь себя, следуют их путями. И о Иисусе написано, а в нем не было ни вида, ни величия, который бы привлекал нас к Нему. Он был призрон, Он был умолен, пред людьми муж скорбей, изведавший болезни, а мы отвращали от Него лицо свое. Как порой мы, читая Слово Божье, можем находить себя, что и мы бываем в таком состоянии, отвращаем лицо свое от чужой беды, мы не хотим помочь, мы не хотим поучаствовать в чужой беде, так мы, устроенные люди, мы понимаем по-человечески, что если я что-то отдам, у меня ничего не останется. А Библия нам говорит о том, что мыслить нужно Господе, Он укажет тебе, посмотри на ту дому, которая принесла две лепты, и люди думали, что она сама меньше принесла, но Иисус сказал, она принесла больше всех, потому что она отдала все, что имела. Вот мышление, которое направлено на дороге, вот мышление, которое направлено на то, чтобы действовать, как учит Господь, оно приводит к хорошим и прекрасным результатам. А сегодня нам Библия говорит, посмотри на Иисуса Христа, Он там страдал, не для того, чтобы ты сегодня так прекрасно устраивал свою жизнь на земле, и за этим прекрасным устроением не замечал никого. Люди иногда говорят, что вот этот человек никого не видит перед собою, он не замечает ни чужой беды, никакой трудности, ему кажется, все хорошо и все нормально, но поразмысли, порассуждай о жизни человека, разузнай, и ты увидишь, как многие люди в тяжелом состоянии, как многие люди очень страдают, и Библия нам говорит о том, чтобы мы это видели и приняли участие. Люди не приняли участие в судьбе Иисуса, но это был план Божий для спасения всего рода человеческого. А эти случаи жизни это примеры для нас, чтобы наше мышление было правильно на том пути, на котором ведет Господь, для того, чтобы мы вошли в небесное Царство. Если ты будешь размышлять о Боге, если ты будешь размышлять о Царстве Божьем, ты войдешь туда. А если не будешь этого делать, тебе не будет нравиться служение, тебе не будет нравиться время служения, но затянули собрание, у тебя будет совсем другое понимание, потому что это земное мышление человеческое. А когда Бог наполняет твои мысли правильными мыслями и руководствуешься ты Богом своим, Его уставами, это приводит к прекрасным, благословенному состоянию, и ты живешь для Бога, радуешься жизни, как апостол Павел говорит, радуйтесь Господе, и еще, говорю, радуйтесь. Он там пострадал, на Голгофе, для того, чтобы ты имел участие в небесном звании. Мы сейчас будем приступать ко второй части нашего служения, хлебопроломлению. Мы помолимся Господу, чтобы Бог благословил нас, чтобы мы подошли со всей ответственностью, со всей серьезностью к этому делу, потому что Библия нас учит. Если ты не размышляешь об этом, то будешь попадать в такие ситуации, что неправильно будешь поступать. Библия нам говорит, что как нужно приступать к этому служению. Если недостойно участвуешь в этом служении, то Библия нам говорит, можешь навести на себя наказание. Достойно участвующие, они живут по слову Господа, получают благословение, потому что у них образ мыслей праведника. Они мыслят о том, чтобы неправедно, благочестиво жить на этой земле. И апостол говорит, вы об этом помыслите, для того, чтобы правильно проводить свою жизнь на земле. Давайте встанем и будем молиться нашему Господу. С дорогой нам Господь.